Роповское озеро в советском районе Гомеля. Усяго один водоем, але на им экологи одразу знаходят практически усе, найбольше распространенные виды порушений, начинавшие от парковки автомобилей каля воды. И хоть природоходное законодательство дае однозначный отказ, отповедная отлеглость повинна складать не меньше, как 30 метров, многие это потребование у парта игноруют. На этот раз от машины до воды – 19 метров. Явное порушение и квитанция об необходности прийти на комиссию у областный комитет природных ресурсов и оховы новокольного сяродя. Максимальное предугледженное за такое порушение покарание – штраф до 10 базовых величин. Кабы водителям не было жаданья просто выкинуть квитанцию, экологи усе старанно фотографують. Установленные аншлаги на подъездах водных объектах остаются без внимания наших граждан, поэтому они получают солидные штрафы до 10 базовых величин, а это 245 рублей, за то, что подъезжают на автомобиле ближе 30 метров, а бывает 5 и 3 метра, и вплоть на песок заезжают колесами в воду. Яшы одно вельми распроусюдженное порушение природохонных законодавства у местах отпочинку – разведение вогнишу. Иншая справа, что места, где это дозволяется, у новоколли не ма. Таэрэтично их можно официйно обсталявать поблизу от пляжу. Урештияны будут под доглядом работников вратовального поста. До того ж на пляжном песку пожар немогчимы навыд у теории. Пакуль же отпочиваючие гемельчане активно використовують территорию, якая прилегает до пляжу, высекаючи при этом для вогнишу древы. Правда, для справедливости необходимо означать. Есть и другие приклады. Замес вогниша на земле – мангал. Замес высеченных древ – дровы и вуголь, привезенные с дому. Для этих людей за увагу эколога у Няма. Взять делал такой мангал, он слаживается как чемоданчик. И удобный везде, в любое время поехал. Удобный вообще мангалчик. Ну и мы отдыхаем так, никогда ничего не нарушаем, всегда за собой убираем мусор, мы никогда за собой ничего не оставляем лишнего. Акция «Отпочинок без шкоды природе» будет проходить до 20-го жнивня. Але это не значит, что потом увага эколога в эту ситуацию в местах отпочинку изменится. Причим от попередживания основные профилактичные меры подчас акции, и они вернутся до применения практики штрафных санкций. Дальше за порушение природоохонного законодавства до администрационной отказности селета на Гомишине притягнуты уже 280 грамадян. Комитетом области проведена очень серьезная информационная работа по доведению до населения, как, где необходимо отдыхать, с тем, чтобы не нанести вред природе. Вот эта работа, которая проводится, она направлена не только для нынешнего поколения, но она направлена на то, чтобы сберечь нашу природу и могли отдыхать люди из следующих поколений. Олег Сунцюров, Ольга Коновалова, Сергей Лукашук, Телерадиокомпания «Гомель».